Поэт Спиридон Дрожжин – наш земляк. Большую часть жизни прожил в деревне Низовка, которая располагалась на территории нынешнего Вахонинского сельского поселения Конаковского района. Творческое наследие Дрожжина долгие годы оставалось известным только узким специалистом, а сам поэт всю жизнь мечтал издать полное собрание своих стихотворений. Однако потребовалось почти 80 лет после его смерти, чтобы мечта стала реальностью. Инициатором издания полного собрания сочинений Спиридона Дрожжина стали сотрудники администрации Вахонинского сельского поселения и директор дома-музея поэта в Новозавидовском Елена Павлова. Она присутствовала на презентации и рассказала всем пришедшим о том, что вошло в новое издание. Все произведения религиозной тематики, такой духовной направленности, чудесная лирика, поэмы, какие-то духовные сказки, они, к сожалению, не были включены в советскую литературу, что, собственно, мы исправили своим трехтомником, включив туда эти дореволюционные произведения. Также в первые два тома вошли стихи и поэмы крестьянского поэта с подробными комментариями. В третьем читатели найдут его дневник последних лет жизни. Материал полностью уникальный, раскрывает личность поэта с разных сторон. Также в трехтомник вошла коллекция нот для песен и стихи Дрожжина и большой иллюстрационный материал из фонда дома-музея. Подготовка трехтомника к выходу в свет потребовала кропотливой исследовательской и поисковой работы многих профессионалов, и один из них присутствовал на мероприятии. Доктор философских наук, профессор Михаил Строганов. Какой мехали обсуждали, какую сделать обложку, какого цвета, как, сделанный под мешковину, ну, чтобы крестьянский, отвечающий, да, его от других, что не Достоевский, там, не Пушкин. И очень, конечно, я думаю, хорошо у нас получились вкладочки, говоря, Евгения Михайловичу. Всего издана тысяча экземпляров, книги будут розданы во все районные библиотеки. Три экземпляра уже имеются и в городской. Все желающие могут прийти и познакомиться с творчеством поэта Спиридона Дрожжина. Спасибо.